Комбо-брейкер В недавнем дополнении «Во имя царя» к «Бэттлфилд-1» Изначально, в 1911 году, инженер Игорь Сикорский задумывал Илью Муромца пассажирским аэропланом с несколькими моторами Авиалайнер собирались оборудовать как летающий отель с салоном, балконом и софой для отдыха Но в сентябре 1913-го на конкурсе аэропланов произошла катастрофа У пролетавшего над аппаратом Сикорского самолета оторвался двигатель, который угодил Илью Муромца и разрушил его Однако проект не пропал зря В 1914 году армия сделала заказ на серийное производство «Муромцев» А с зимы 1915 года эти самолеты пошли в бой Уже без шикарной отделки, но зато с бомбами и пулеметами на борту Илья Муромец мог нести до полутонны бомб Для своего времени это было очень много При этом он по-прежнему оставался хрупкой деревянной конструкцией Часто экипаж заделывал пробоины собственными руками, вылезая на крыло прямо в полете Надежность тогдашней авиации по современным меркам была совершенно чудовищной Эскадра «Муромцев» теряла больше самолетов от аварий и поломок, чем от действий противника Тем более, что благодаря дополнительным пулеметам Илья Муромец был трудно уязвим для истребителей Самолеты этого типа чаще сами сбивали бипланы противника, чем становились их жертвами Последние муромцы летали уже в советском воздушном флоте на гражданских авиалиниях Но долго им прожить не удалось, они были списаны в 20-е годы из-за полного износа Другой знаменитый русский тяжеловес появился в годы Великой Отечественной Им стал танк ИС-2, лишь чуть менее легендарный, чем известный всем Т-34 Его начали разрабатывать в 1942 году и запустили в серию в 1944 Возможностей старых КВ давно не хватало для противостояния техники вермахта Так что армии требовалась новая модель К тому же фронт покатился на запад, где были немного другие задачи В первую очередь разрушать немецкие укрепления Так что в отличие от немецкого «Тигра» Советский танк был предназначен не только и не столько для охоты на бронетехнику Его целями были бетонные доты, пулеметные гнезда, а также артиллерийские батареи Его снаряды весили по 25 килограммов и производили опустошительный эффект Даже если взрывались в стороне от цели Мощный взрыв ломал перекрытие, крошил бетон и калечил пехоту осколками А более мелкие проблемы решались при помощи крупнокалиберного пулемета на башне Танки противника тоже не могли чувствовать себя в безопасности Да, тяжелое орудие не позволяло бить с высокой скорострельностью Зато даже не пробив броню на большой дистанции, снаряд мог, например, сорвать башню с танка Однако главным преимуществом ИСов была отработанная до автоматизма тактика К каждому такому танку прилагалось отделение автоматчиков Они прикрывали тяжеловесов от гранатометчиков и артиллерии Пока сами танки крушили пулеметные точки и разрушали баррикады Именно слаженность работы позволяла советским войскам в 1944 и 1945 году легко решать задачи, которые поставили бы в тупик армию начала войны После войны советские ИС-2 долго находились на консервации А последние машины списали только в 1995 году Зато третий великан из нашего сюжета успешно служит до сих пор Это Ми-24 — самый распространенный ударный вертолет в мире И уж точно один из самых популярных в играх Новый вертолет создавался в конце 60-х под грядущую Третью мировую войну против НАТО От него требовались разные, часто взаимоисключающие качества Он должен был обладать достаточной живучестью под огнем, мощным вооружением А кроме того, быть дешевым и массовым Вдобавок конструкторы смогли ввести еще и десантный отсек Так что 24-й мог не только самостоятельно вести бой Но и высадить небольшой десант или забрать раненых с поля боя Основные узлы и кабины пилотов были бронированы И позволяли уйти своим ходом даже при обстреле из крупнокалиберных пулеметов Все важные системы старались дублировать Даже при одном уничтоженном двигателе, простреленном редукторе, без масла Вертолет должен был не просто сесть, но и дать пилотам выбрать место для посадки Вооружение вертушки также внушало уважение Бомбы, автоматические пушки, пулеметы, противотанковые ракеты Крокодил мог обрушить на противника разнообразный и убийственный арсенал 24-й готовились воевать в Европе Но их боевым крещением стал Афганистан Там вертолетчикам пришлось столкнуться совсем не с такой войной, к какой они готовились Вертолетам пришлось выполнять многие задачи без поддержки наземных войск Не успевавших карабкаться по серпантинам Работать приходилось в разреженном на высоте воздухе или в непроглядной пыли Афганские моджахеды знали, кто их самый опасный враг Так что по вертушке стреляло все, что только могло стрелять Однако крокодилы оказались очень живучими Машины часто приходили на базу, измочаленные в решето Один такой вертолет вернулся домой с перебитой проводкой, маслопроводами, лопастями и отказавшими приборами После Афганистана Ми-24 широко разошелся по миру Неприхотливый, живучий, мощный, он стал автоматом Калашникова среди вертолетов Редкий конфликт в странах третьего мира теперь обходится без участия этих машин А российской армии тем временем достался продукт глубокой модернизации 24-ки — Ми-35 У нас же на этом пока всё Не забывайте ставить лайк, если нравится, и подписываться на канал Комбо Брейкер А также не забывать нажимать на колокольчик, чтобы быть в курсе всех новых видео Скучно не будет!